Я легко забываю языки, а с языком теряешь душу народа. Иногда мне кажется, я не могу жить, потому что мне слишком хочется жить. Практичность уже успела меня соблазнить, я разучилась верить. Между тем, жить без высшего осознания жизни, ограничиваясь одной любознательностью, невозможно. Необходимо духовное творчество. В искусстве важно не только что и как, но и зачем, не по поводу, а во имя. Читали вы дневник Марии Башкирцевой. Я не могу от него оторваться. Меня поражает уже то, что она способна думать о себе с утра до ночи и даже во сне. Я пробовала, и представьте, это оказалось очень трудно. Нигде не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все погибают, либо все побеждают. Жизнь поворачивается туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река в темноте, в тишине вечной ночи, и вдруг выходит на простор к солнцу и свету, выходит и оказывается, что ничто не пропадает таром. Время проходит, время стоит, проходите вы. Жизнь меняет людей. Они намеренно ставят между собой и жизнью невидимый заслон, обходят ее. Так легче избежать ошибок. Заботясь о своей внутренней неприкосновенности, они не замечают роковых перемен в собственном сознании. Перемен, ведущих к неподвижности, окостенению. Он понял потом, что все приятное, неожиданное, праздничное не мешает, а помогает работе, как бы не была она далека от того, что происходит перед глазами. Дисциплина должна опираться на интерес к работе. Нет интереса, нет и дисциплины. Проза не растет, как лопухи или беда, она строится, как город. План этого города лежит перед глазами, меняясь, повинуясь воле автора, который знает, где живут и встречаются, или не встречаются его герои. Скучно было бы жить, если бы мы заранее знали свое путешествие в жизни. Подлинная любовь скрыта от людей, а когда ее показывают или о ней узнают, она в сущности перестает быть любовью. Писатели, инженеры человеческих душ. Он дал мне руководство к чтению, а там было написано, никогда не читайте чрезмерно, это приводит к Дон Кихотству. Вы станете жертвой призраков и будете жить, как во сне. Вы думаете, профессора, то да сё, а мы не профессора, мы тоже студенты, только старые. Учимся, спорим, шутим, а где лучик света блеснет, туда и бросаемся. Что такое в наше время работа? Постоянное прислушивание к себе развило в нем острую наблюдательность по отношению к другим. У настоящих художников непременно должны быть сомнения. То они тем недовольны, то этим. Ты знаешь, мне всегда казалось, что у каждого человека есть свой характерный возраст. Один родится сорокалетним, а другой всю жизнь остается мальчиком девятнадцати лет. Я сижу на берегу подолгу, часами, и забываю обо всем печальном и некрасивом, и думаю, что без красоты человеку нет сил жить. Вам не кажется, что восприятие красоты не менее сильный инстинкт, чем доброта и сочувствие к людям? Как много узнаешь о человеке, когда он умирает? Душа засорена, бог знает чем, засорялась всю жизнь и продолжает засоряться почти ежедневно. Любовь, как метла, как баба с мокрой тряпкой в руках, трудилась и трудится до седьмого пота, чтобы вымести этот ссор. Любовь очищает душу, возвращая ее к самопознанию, к способности внутреннего взгляда, без которого смысл жизни уходит между пальцами, как песок. Обкатанное, благополучное существование не может превратиться в искусство, потому что надо отдавать жизнь сырьем, перемолотую, не дареную, а выстраданную. Не помню, где я читал, что родину надо найти, найти и открыть, если даже она, то место, где человек появился на свет и прожил всю свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok